всем привет друзья весна наступает время путешествий совсем скоро станет тепло и задача нашей сегодняшней программы это проложить для вас маршруты маршруты которыми мы ходили уже вместе с юрой вместе с двумя кадрами и точкой 1 на карте у нас будет село строенцы те кто давно путешествуют и те кто знают это село скажут что одного дня чтобы посмотреть все и везде походить очень мало нужно хотя бы день-два и нужен хороший проводник мы буквально по пунктам расскажем куда отправиться что посмотреть сколько на это понадобится времени сейчас отправимся за айжигитом он будет нашим проводником на сегодняшний день друг нашей программы друг всех туристов все кто приезжает на север айжигит вчера тебя видит айжигит мы с тобой встретимся на таком значит так на таком фоне замечательном вот башни ветров и это одно из мест паломничества куда приезжают посмотреть пофотографироваться да послушать классные истории вот сегодня проводником будет нас айжигит построен сам да давай вот вкратце пробежимся куда можно сходить здесь и посмотреть что ну вы очень правильно начали то есть мы здесь вот остановились прямо отсюда все можно и смотреть это центр села до центр села тут рядом вот роднички теплится вот красивый очень мельница будет за мной потом дальше идет виноградники битгенштейна а внизу пруд красивый с церквушкой вы наверху башни и тронов очень много да давайте на первым делом сходим на родники друзья если вы приехали и переживаете что нет воды да то есть нечего пить и жалко на улице не переживайте в строенцах очень много родников вот одни из самых известных это 7 родников откуда бьет очень вкусная кристально чистая вода вот и теплицу магазин называется в честь этих родников строенцы это кругом камни заборы из камня здания из камня и камень в честь 300 лет все основания строится но я насколько знаю туда дата сдвинулась на немножко и пока официально это дально остались видите табличка официально здесь осталось . 703 год там когда уже если это точно подтвердят пусть там скажут с архива нам пришлют мы перебьем но вы как бы власть сегодня совет позаботиться то чтобы перебить и вот здесь же недалеко от этого камня здесь внизу бьют 7 родников куда мы спустимся где можно набрать попить воды да да здесь друзья вот 7 родников 7 труб из 7 труб бесконечно вытекает вода здесь можно попить и она чистая очень вкусная прохладно особенно летом я знаю что местные пьют архозианскую воду да наверно одни счастливчик и счастливчики в преднестровье которые пьют такую чистую подземную воду ну и здесь вообще вода разная вода по вкусу из 7 труб течет разная вода на основных два вкуса таких теплица недалеко от центральной трассы вы увидите вывеску и поворачиваете сюда можно набрать воды и двигаться дальше я мы находимся у подножья башни ветров это такая главная достопримечательность села стройница как сюда добраться это маршрут однозначно пеший да потому что на свою башню мы на машине не поднимемся на велосипеде как сюда добраться здесь внизу у основания башни есть площадка вот мы оставили машину по добраться сюда можно на машине по улице витгенштейна которая проходит здесь для этого нужно пересечь ручей в принципе здесь у села одна дорога который вот главное проходит через все село и можно увидеть стрелочку где будет написано башня ветров вот туда и отправляйтесь и по улице витгенштейна вы сюда в основании приедете а дальше пешочком практически дорога одна и это не сложный маршрут да ижигит для подъема вообще достаточно сложный для людей взрослого и взрослых детей можно брать да единственное что удобная обувь если будет немножко вот как сейчас грязненько то приготовьтесь немножко скользить правильная одежда что было вот вам друзья еще ориентиры слева будет находиться церковь встроенцы а справа вот такой большой камень и тропа вверх на башню ветров вы не потеряетесь однозначно упрётесь площадку в обзорную и увидите саму башню наверное одно из самых потрясающих мест не только в строенцах не только на севере но и в приднестровье это башня ветров и обзорная площадка настроенцы на долину реки днестр очень крутой вид умопомрачительный сюда поднимаются за хорошим настроением за дышкой и еще на чтобы послушать истории про самого князя битгенштейна давайте насладимся видами а потом расскажем вам про битгенштейн а мусор пластик в этом святом туристическом месте я очень надеюсь что это не наши зрители которые ну зрители двух кадров среди моих друзей таких свиней нет большая просьба если кто видит не надо сюда подниматься с мусором село чистое здесь тоже зона чистая тем более но действительно люди приходят сюда получить наслаждение от видов но нет этих стаканчиков мусорных и чипсов сама башня ветров чем она примечательно ее поставили в честь вильгенштейна после того как знаменитый полководец умер его дочери вот стали такой памятный знак в честь отца почему башня ветров выглядит как башня здесь постоянно дует ветер и в таком она интересном месте находится любопытная деталь когда-то в эту башню попала молния и остался отколоса вот кусок кусок одной стелы и можно если приглядеться увидеть след от молнии он какой как змея протянулся вдоль всей башни вот а сам вильгенштейн кто не знает это известный российский полководец война 1812 года отечественная война когда наполеон двинулся на россию мы все знаем что основные события происходили в направлении москвы дорогу наполеоновской армии на петербург загородил вид генштейн вот он считается спасителем санкт-петербурга вот на старости лет он решил поселиться здесь в современном да уже каменском районе и рыбницком и разбил здесь виноградники очень понравилось ему здесь природа люди вот у насел и жил долгое время здесь а еще очень крутая площадка вот здесь на башне ветров тем что виден весь маршрут турбаза которую мы сегодня с вами посетим посмотрим и узнаем как можно не попасть остановиться отдохнуть здесь же самая маленькая церковь в приднестровье которая стоит буквально на воде виноградники вид генштейна там находится старая мельница ну чуть дальше отсюда правда не видно находится поляна для отдыха и свинерест все это мы сегодня посетим и расскажем как добраться здесь у подножья башни ветров находится террасовые виноградники вид генштейна это частная территория сюда так просто попасть сложно и невозможно но мы позвонили мы попросили нам разрешили очень крутая локация эти виноградники эти камни сто процентов еще помнят самого князя ну конечно это вообще и является историческим памятником то есть это наравне с каменскими террасами практически в преднестровье точно у нас единственные такие вот террасированные виноградники того времени то есть это уникальная традиция вообще выращивания винограда и производства вина в приднестровье уникальный причем было делано не нами они нашими людьми а сюда вот этот район в селе называть его позади меня это единственный район который здесь называется колония вообще тут района в этом селе называется 1 2 3 4 5 кварталы и колония да это колония ну что подтверждает название села строятся здесь колония почему колония потому что здесь селились немецкие колонисты которые вот и ухаживали за этими виноградниками которые его и проектировали делают то есть не зря названа сегодня тут действительно ценные сорта винограда поэтому пока доступ немножко ограничен но я надеюсь что да возможно же время вы приедете и будут открыты ворота то можно попроситься зайти тут работают рабочие вот так просто перелазить через забор и ломиться на чужую территорию конечно же нельзя но сейчас прогуляемся и расскажем о виткинштейне и терраса вообще люди вот сегодня стараются его восстановить потому что к сожалению было несколько лет и видно было что от заросла был да сегодня смотрите все уже приведено порядок и я надеюсь как будет приведено в порядок когда можно будет и организованно заходить чтобы не портить эту территорию не не мусорить уникальная немецкая технология выращивания винограда террасовым способом идеальное место для именно террасового выращивания солнце гуляет с виноградом целый день она восходит и целый день провожает виноград вот по склону виноград наливается спелостью плюс еще вот интересная деталь камни большие находится между кустами винограда и эти камни за день нагреваются а ночью отдают свое тепло вот и сейчас ты потрогать солнышко ушло но вот эти камни они теплые и также вот эти большие камни не прогревается а ночью или когда заморозки они отдают тепло винограду тоже такая технология читал об этом что такую технологию применяют и в италии у нас за спиной остались строенцы если по главной дороге идти насквозь это получается на восток да то мы сами выходим очень классному месту вдоль ручья вдоль ручья так идем и находим вот такую замечательную полянку даже сейчас здесь люди будний день 3 часа дня а люди отдыхают они потому что крутое место очень классное место некоторые называют это водопад здесь есть стол здесь есть вода чистая питьевая очень красивые зоны для фотосессии куда источник буквально 100 метров начинается эта речка 100 метров посуду и стой будешь купаться сегодня купаться я не буду потому что весна ранее то наверно один из немногих таких теплых дней который был за последнее время но здесь люди купаются здесь вот природный душ водопад это место люди называют тут можно туда залезть освежиться особенно когда летом такая жара здесь всегда температура 10-12 градусов и и и и и и и и Друзья, мы находимся сейчас на другом конце стройниц. Если стройницы проходить насквозь и двигаться навстречу Днестру, навстречу течению Днестра, то вы выйдете на классную туристическую поляну. Вот я и жигит не даст соврать, здесь столько слетов проводилось, здесь столько палаток разбивалось, гитара игралась и песен пелось, что просто очень известное место среди туристов. И сюда можно приехать отдохнуть с семьей. Да, можно палаточку здесь поставить. Но единственное, что, к сожалению, пропала вода в роднике. Мы, кстати, были летом, воды тоже не было. Раньше здесь был прям хороший напор. Но люди набирали, вот там чуть-чуть выше, вода бьет с камня, как вот маленькие водопадики. Люди прямо там набирали воду, я думаю, что ничего страшно. Ну, вообще родник этот течет с леса. Раньше когда-то вот эта вот речка, которая идет, выше в лесу есть тоже такой выгод. Ну, простым словом сказать, это заборчик, басенчик. Где набрялась вода, вода качалась на Палаце Юревича. В принципе, родничок дальше есть. Было удобно, когда здесь вместе можно было и помыть. Если вас напрягает ситуация с водой, чтобы не брать ее прямо из ручья, то в Стройницах есть вот 7 родников. Есть родники возле новой мельницы, старой мельницы. Вот, а еще одно классное место здесь же, оно называется Свинерест. Все скалолазы, все туристы Приднестровья знают об этом. Вот здесь, недалеко от родника, начинается тропа, которая ведет наверх большой скалы. И там сделана скалолазная тропа на несколько уровней сложности. Здесь очень крутой подъем, не такой, как на башне ветров. Здесь надо прям постараться вложиться. Но там наверху вас ждет награда. Можно полазить по скалам. Очень крутая обзорная площадка. А еще выше, на самом верху, развалены Палаца Юревича. Это дворец Юревича. Там тоже можно походить. Там в лесу сохранились булыжные мостовые между кустов сирени. Тоже очень крутой вид. Горка, конечно, крутая, но все не так сложно, как я описал изначально. Спокойным темпом может подняться ребенок и взрослый человек без проблем. У нас просто нет времени, потому что еще часы не перевели. Весеннее время очень коротко. Нам нужно еще рассказать вам о интересных местах стройницы. Поэтому мы полетаем с дрона, и вы увидите это же место. Плюс можно посмотреть наши программы, где мы с Юрой лазим по скалам и исследуем Палац Юревича. Палаточный лагерь, или вот остановиться с палаткой, с семьей, с друзьями, можно вот здесь, возле родника. А можно вот здесь, на берегу Днестра. Чаще всего люди так и делают. Рядом с водой прохладно. Тут есть и дрова. Сейчас, конечно, очень неприглядно все выглядит. Болото, весна. Но летом, поверьте мне, выходной день. Вы с трудом здесь поставите палатку, потому что очень много людей приезжает из Рыбницы. Есть Террасполь, есть Бендер. И все здесь собираются. А если здесь организуется туристический слет, то палатку будет поставить еще сложнее. Но берег длинный. И здесь же можно искупаться в Днестре. Здесь есть такая небольшая бухточка с довольно-таки ровным дном. Мы приезжали сюда с детьми. В принципе, дети себя комфортно чувствовали. Они не проваливались в ямы, никуда-то не исчезали. Они всегда на виду были. Это тоже очень-очень удобно. Двигаемся, друзья. Дальше, если по республиканской трассе вы проезжаете вывеску «Строенцы», двигаетесь в сторону Каменки, то вы увидите вот такой указатель «Монастырь 3 километра». Обязательно к посещению. Там находится в лесу мужской монастырь Иоанна Предтечи. Уникальная деревянная церковь. Очень красивые места. Прямо сейчас мы туда отправимся. Но пешком туда дойти тяжело, поэтому мы будем ехать на машине. Здесь, на территории мужского монастыря, находится вот такая небольшая часовня. Внутри часовни есть икона. Очень много людей, пар, которые не могут завести ребенка по разным причинам. Они приезжают сюда помолиться. И настоятели этого монастыря говорят, что это помогает. И после общения с иконой появляются дети. Там дверь. Дверь иногда закрыта, поэтому, если вы не можете попасть внутрь, нужно найти кого-то из местных священнослужителей и попросить открыть. А вообще здесь, на территории монастыря, это бывший детский лагерь. Такое умиротворение, покой, птички поют, лес, тишина. То есть такое классное место, чтобы о чем-то подумать, побыть наедине с собой и так далее. Ну, идемте осмотреть церковь. Хорошо живется, да, вон тут, смотри. Вот, друзья, что значит пойти с опытным туристом. Вот я не знал, что если выйти за пределы лагеря, то можно выйти вот на такую замечательную обзорную площадку. Айжигит нам показал шикарное место. Что мы отсюда можем увидеть, Айжигит? Ну, здесь мы можем увидеть половину достопримечательности этой части села. Вот, прямо за мной внизу находится поляна, свинерест. Вот, туристическая поляна, где можно приехать, отдохнуть, поставить палаточку. Там родничок, место для купания хорошее. За спиной, сзади, вот, вы видите, наверху там, да, там палац Юревича. Вот, там прекрасные места. Там старый дворец, которому больше ста лет, то есть фундамент дворца. Да, есть и брусчатка сохранилась тоже того периода, то есть начало 20 века. Вот, да и просто по лесу можно погулять. Здесь красивый лес, большой. Вот, можно окунуться в атмосферу такую. Атмосферу строениц. Да, атмосферу строениц, атмосферу лесную такую. Кто пытается сегодня в эпоху коронавируса выбраться подальше от коронавируса и последствия этого, да, немножко окунуться в природу, Ну, пожалуйста, сюда. Есть здесь все. Собаки! Классные маленькие собаки! Друзья, вот то, о чем мы говорили, строенцы, чтобы все посмотреть места, все достопримечательности, насладиться, одного дня вряд ли вам хватит. Идеальный вариант, который мы советуем, программа «Два кадра», это остаться с ночевкой, либо вот в палатке, как мы говорили, либо в более комфортных условиях. В гостях у Айжигита. Телефон мы... На базе в строенцах. В туристической базе телефон мы оставим для контактов в этой программе, вы можете увидеть. Здесь можно остаться на ночь. На две, на три. На две, на три. Здесь есть, где развести костер. А чего мы будем голословить? Давайте посмотрим. Идемте и посмотрим, да. Проходите. Прошу. Найти турбазу очень просто. Самый главный ориентир, достопримечательность строенц – это башня ветров. Вам нужно просто по дороге от центра села проследовать чуть дальше, и вы увидите его трехэтажное здание, и там уже встретите Айжигита и все комфортные условия воздуха. А там уже кто-то отдыхает. Комфортные условия. Да. Башня остается по правой стороне у вас. Проезжайте буквально в минутку-две, и вы у нас на месте. Тут есть туалет, летом есть душ. Вот, летний душ, туалет, умывальники. Есть мангал. Есть очень крутое место. Вот самое большее, что мне нравится – это у вас… Костровая. Да, костровая. Вот место для кострового. Костровая, да. Костровая, да. Можно поставить прям звездку пионерский костер, чтобы за 3-9 земель было видно. У нас есть теннисный стол, бильярдный стол. Если будет дождливая погода, ездить, спрятаться. Есть актовые залы, есть столовые. То есть не придется скучать где-то в заперти, да? Нет. А можно вот поиграть в теннис или поиграть в теннис? Не здесь спрятаться от непогоды. И чем заняться, самое главное. Чем заняться, да. Смотрите, друзья, здесь есть кухня. Можно воспользоваться электричеством. Это очень удобно. Заварить чай. Ну, если хотите на костре, то, пожалуйста, здесь также могут вам предоставить тарелки, вилки, ложки, если вы вдруг забыли. Идем дальше. Здесь могут поместиться, ну, большой компания, если вдруг на улице холодно или в династии, то можно спрятаться здесь в помещении. А вот здесь спальные места. Прямо как вот в пионерском лагере или в каком-то детском лагере. Панцирные кровати, матрасы, подушки. Все очень круто. И самое главное, сюда можно приехать и в сырую, и холодную погоду, потому что здесь есть печь. Печь протапливается, и если вы лежите прям рядышком с ней, то здесь прям тепло-тепло-тепло. И зимой здесь еще более интересные локации, интересные места, потому что снег совсем с другой стороны показывает вам строенцы. В общем, два кадра рекомендуют для отдыха это место. Вот еще одна комната для отдыха. То есть здесь могут отдыхать даже несколько компаний и не замечать друг друга, отдыхать отдельно, потому что территория большая, ни с кем не пересекаться. Вы приехали с семьей с друзьями, вы отдыхаете с семьей с друзьями. Вот очень классно, удобно. Мы сами здесь были несколько раз и с компанией, и с семьей. Нам все очень понравилось. Как я уже говорил, это мое самое любимое место на базе, наверное, самое любимое место в строенцах. Обычно здесь заканчиваются и программы, и здесь заканчиваются путешествия. Разводится огромный костер до неба. Все веселятся, шутят, вспоминают приключения, которые были. Ну, сегодня мы постарались вам рассказать, куда можно поехать в строенцы, что посмотреть, как туда добраться. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте комментарии, мы на них обязательно ответим. И ждите новых приключений и новый путеводитель по Приднестровью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин